Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня будет такое достаточно нестандартное, я бы сказала, видео, потому что, во-первых, я никогда не снимала в такой обстановке, во-вторых, такого формата еще никогда не было на моем канале, но я надеюсь, что он вам понравится, потому что он достаточно интересный. Это видео будет посвящено обзору сумок Shein и AliExpress, я вам буду показывать не которые я купила, а которые я вот нашла на просторах интернета, то есть, так сказать, онлайн-шоппинг, но я вас уверяю, что качество у них у всех очень хорошее, за свои деньги они просто оправдывают полностью себя. Уже на все эти сумки есть отзывы, поэтому вы не прогадаете. Давайте, пожалуй, начинать, сумок у нас будет очень много, и они все будут совершенно разных фасонов, разных оттенков, я думаю, что вам понравится. Где-то вот здесь сбоку появляется сумка, там артикул, ссылочки, кстати говоря, все будут в описании под видео, и это видео никто у меня не спонсировал. Возможно, у нас даже будет запись экрана, чтобы я вам показала отзывы. И первое, с чего мы начнем, а с каких сумок, это будут у нас сумки с AliExpress, я надеюсь, что вы не прочь, что буду смотреть на ноутбук. А первая сумка, с которой мы начнем, достаточно минималистичная, у нее такой очень минималистичный крой, вы ее сейчас увидите где-то вот здесь справа. Она стоит у нас 1450 рублей, сейчас, кстати, на AliExpress, по-моему, скидки действуют, насколько я знаю. Она напоминает чем-то винтаж, но крой действительно очень красивый. Ручка сама по себе короткая, лично я люблю короткие ручки такие. Размеры тут написаны, она 25 см на 17 на 9 в ширину. Очень нравится цвет коричневый, и также вот этот, ну такой бежевый немножко, в хаке как-то уходит. 30 заказов, отзывы также есть. Все пишут, что хорошие, ну, два отзыва пишут, что хорошая качество. Я думаю, что такая сумка очень хорошо подойдет под какие-то вот такие, может быть, casual образы. И я люблю такие, если честно, сумки, которые без какого-то вот этого принта, сколько она стоит, 1450 рублей. Но она выглядит просто настолько качественной, будто бы это натуральная кожа. Поэтому присмотритесь к ней, отзывы опять же такие, ссылочки все будут в описании под видео. Следующая сумка, о которой я вам расскажу, она мне чем-то напоминает такие ретро-винтажные сумки, особенно в коричневом цвете. Знаете, что она еще напоминает конников, да, которые конным спортом люди занимаются? У них есть такие седло, то есть на конях. Им ничем-то напоминает это седло. Я не знаю, почему, но именно такие ассоциации она мне вызывает. Мне очень нравятся опять же такие хаки цвет и коричневые. Почему-то именно такого фасона сумки меня больше привлекает в теплых оттенках. Также есть черный цвет, 141 заказ и также есть отзывы, 51 отзыв. Стоит она, кстати, не помню, говорила или нет, она стоит 1600 рублей. На самом деле сумки все очень похожи по качеству на Zara. У меня есть сумка прям точно такая же, как и Zara, только я ее заказала за 1500 рублей. А в Zara она стоила 3000 рублей, поэтому я считаю, что это очень выгодное подложение. Посмотритесь тоже к ней. Размеры тоже вам напишу. Она у нас 26 см в длину, 15 в высоту и 6 см в толщину. Просто хочу предупредить, что некоторые сумки маловато, то есть вы их не сможете, например, носить на учебу. Но вот когда мы, например, с телефоном куда-то пойти, там, не знаю, с кошельком, они отлично подойдут. Сумка, которая действительно похожа на сумку из Zara. Я вам гарантирую, что я там видела точно такую же. Если я вам ее найду в Zara, я вам обязательно вставлю фотографию. Эта сумка сейчас идет по скидке, но вы просто посмотрите, сколько она стоила без скидки. Просто в два раза дороже. По качеству она точно такая же, выглядит она тоже точно так же. Просто посмотрите, как она похожа. Мне нравится именно в черном цвете. Вот в синем она как-то, она по джинсу сделана. Но не в черном, а она такая гранжевая, будто бы выглядит. Я думаю, что если бы я вот пошла бы вот в таком образе, я бы обязательно взяла эту сумку. Тоже побольше, чем предыдущую, но у нас стоит 1100 рублей, 865 заказов и 247 отзывов. Я вообще старалась подобрать сумки, которые есть отзывы, чтобы вы не просто так, знаете, на картинку смотрели и боялись, что вам не то придет. Как я говорила ранее, о Алиэкспресс, это уже не считается чем-то таким, знаете, разным качеством, качеством Китая и так далее. Это все уже выглядит очень хорошо. И люди не боятся туда заказывать. Если вот, например, когда я, ну, в 2015 году где-то я узнала об Алиэкспрессе, я очень боялась тут заказывать. И мама говорила, ой, да тебе там придет что-то плохого качества. Часто это, правда, не уступает Заре. Что мне нравится именно в этой сумке, что она, знаете, сделана как вот есть такие диваны с такой. Вставлена будет вам картинка, и вы видите вот эту вот текстуру, с которой сумка сделана, будто она так оббита, как диван. Мне нравится вот эта цепь, что она не золотая, как обычно, такая более темно-серая и не серебристая, а она прям темно-серая. Поэтому тоже сумочка мой фаворит. Вот эта сумка очень похожа на Батайгу Винета. Я думаю, вы знаете такой бренд. Возможно, видели где-то. Но только у них, по-моему, она без цепочки идет. Оно находится обычным мережком, если я не ошибаюсь. Может быть, с цепочкой. В общем, очень похожая, но все равно немного другая. Мне она очень нравится в черном цвете. Я вообще люблю черный цвет. И, кстати, тут есть несколько вариаций черного цвета. В белом она выглядит настолько дорого. И тут 4700 заказов и 956 отзывов. Все отзывы, конечно же, с картинками. По размеру она ширина 23 см, высота 15 см и толщина 6 см. Вы можете присмотреться, как это будет живым у меня смотреться. Но я вам советую все-таки смотреть на картинки, которые на Алиэкспрессе, по цветам. Потому что я замечала, что в отзывах у многих камера не так передает цвет. А вот почему-то именно на картинке, которую предлагает сам Алиэкспресс, там хорошая передача цвета. Поэтому вам советую ориентироваться на него. Следующая сумка. Чем она меня зацепила? По принтонгу сильные лапки и ремень. Я очень люблю ремешки, которые вот эти вот на плечные идут. И когда они широкие. Тонкие, мне кажется, они очень портят сумку. Во-первых, неудобно носить. Она, так знаете, висит непонятно. Особенно, если вы носите толстый пуховик какой-то, такой объемный пуховик. Я в том году так была с сумкой. У нее вот такой вот просто тонюшенький ремешочек. И она просто отфяпно смотрелась на моем пуховике. Мне дико нравится цвет вот этот вот бежевый. Именно в бежевом варианте. Но еще мне нравится коричневый. Вот этот принт гусиные лапки. Я знаю, что он был популярен в том году. Я, например, не очень люблю, знаете, смотреть за тем, что популярно, что непопулярно. Я люблю одеваться так, как мне нравится. Поэтому сумки-багет, которые пришли нам еще каком-то года два назад, наверное, их все до сих пор носят, потому что они просто удобные. Так вот, этот принт гусиные лапки просто покорил мое сердце. Тут 455 заказов, 137 отзывов. Стоит она 1382 рубля. Опять же таки, маленькая такая сумочка. Не бойтесь, если вы сюда пришли, например, посмотреть. Только на маленькие аккуратненькие сумочки, но и также на сумки, которые пройдут для учебы, они у нас также будут не переживать. Следующая сумка. Мне очень нравится ее винтажный, минималистичный крой. Просто вау! Очень классно она выглядит. Она похожа на ту, которую я помню, я вам до этого коричневую тоже показывала. Но мне очень жаль, что ее сейчас нет, к сожалению, в наличии в коричневом цвете. Она осталась только в таком благородном, изумрудном цвете. Даже такие цвета можно брать, экспериментировать. И в таком красивом красном. Стоит она 1118 рублей. Тут 228 заказов и 67 отзывов. Взяла коричневую, но, к сожалению, нет в наличии. Она у нас 25 сантиметров в длину, 16 сантиметров в ширину и 7 сантиметров в толщину. Хорошо подойдет под любой образ, разбавит его. Черную, например, вообще черные сумки. Вот все сумки, которые я вам буду показывать, по-моему, они все из черной цвете. Еще, кстати, эта сумка попадает под ускоренную доставку, так что вам она вообще очень быстро придет. Следующая сумка. Классная. Я знаю, что этот принт был очень популярен в марте того года, но это немного другая сумка. Тут тоже принт коровы. Принт вот этой коровы. Обычно уже прям такой ядреный белый принт. Но вот этот фон обычно белый. Тут он такой бежевоватого цвета. Стоит он на 835 рублей. Вот это мне в ней нравится. Что она немного другая. Она более бежевая, более теплая. Она тоненькая. То есть сумка багет. Стоит понимать, что да, да, вот влей телефон, кошелек и что-нибудь еще. Все, чтобы туда ничего не положить. Она у нас 25 сантиметров в длину, 4 сантиметра в толщину и 13 сантиметров в ширину. 233 заказа и 79 отзывов. То есть вот тут даже видно, что принт выполнен очень качественно. Следующая сумка. Также как бы от этого нет. Она более минималистичная. Она уже не с цепью. Так сумка достаточно тонкая. Либо носить это просто как клатч. Но тут 3354 заказа, что очень много. Это на 753 рубля. И тут 682 отзыва. Тут достаточно много расцветок. Есть вот от черного до такого серого. Также тут есть такой приятный серебряный. Очень интересный оттенок выглядит. И мне очень нравится эта брампул. То есть фиолетовая. Такой тоже очень приятный оттенок. Напоминает мне чем-то джем, если честно. Следующая сумка. Я думаю, вы знаете, что есть такой вот у нас с 2020 года продолжается тренд на очень маленькие сумки. Как сумки Жаклин. Например, здесь я вам ставлю примеры. И очень много брендов делали на них копии. Но вот эта сумка, она похожа на Жаклин. То, что она тоже маленькая. Но это вообще не ее копия. Потому что у Жаклин немного другой формат самой сумки. Она более с такими острыми углами. А вот эта, наоборот, более такая нежная. Она очень мини. Максимальная длина меньше 20 сантиметров. То есть туда вы максимум телефон положите и ключи. Это просто как декоративное дополнение образа. Она есть в белом цвете. Мне очень нравится этот вот хаки цвет. Такой светлый хаки. Также мне нравится фиолетовый цвет. Стоит она 1369 рублей. Отзывов на нее, к сожалению, нет. Но я видела похожие сумки, по-моему, у других продавцов. Эта сумка, она мне напоминает Диор седло. И не знаю почему, у нее кровь вообще совершенно другой. Но чем-то она мне его напоминает. Мне тут, что очень нравится, что ручка вот эта, которая маленькая, она сделана в стиле косички. Очень интересно выглядит. Я думаю, ее можно будет отстегнуть и носить только вот как раз-таки на маленькой ручке. Тут это еще и показано. Очень винтаж напоминает. Она доступна в четырех оттенках. По размеру она 21,5 сантиметра в длину, 16 сантиметров в ширину и 7,5 сантиметров в толщину. 37 заказов и 11 отзывов. Отзывы у нас с картинками, так что вы можете не бояться и заказывать ее. И она стоит 1239 рублей. Я думаю, она отлично подошла бы под какие-нибудь жилетки. Такие более школьные образы. Конечно, ее не в школу носить, потому что она очень маленькая. Но на прогулку, например. Эта сумка просто супер минималистичная. И у нее достаточно необычный вот этот крой. Доступен в четырех цветах. Черный, коричневый. Такой хаки цвет, чуть более светлый коричневый и темно-коричневый. Я думаю, в нее бы даже поместились тетради. Она 21 сантиметра вот так вот в ширину, 24 сантиметра в высоту и 7 сантиметров в толщину. На нее у нас 345 заказов и 92 отзыва. Я думаю, что в нее вылежут в принципе тетради, но должны лезть во всяком случае. Внутри у нее такое что-то типа мешочка такого. И таким вот образом там появляются ваши вещи. Я бы поспорила с тем, насколько это удобно, но выглядит она очень-очень красиво. Вот эта сумка мне очень нравится тем, что это такой более интересный вариант сумки-багет. Это на 915 рублей. Тут 907 заказов и 251 отзыв. Которая доставка также доступна. Она у нас представлена в четырех цветах. Черном, в таком красивом зеленом. Уже похожий цвет я вам показывала. В фиолетовом цвете и в белом, как бы классический. Я бы выбрала зеленую и фиолетовую, потому что мне кажется, выглядит просто потрясно. Мне нравится в ней именно вот эта цепь, которая дает такой гранж стиль немного. По размеру какая она? Она бывает с 5 сантиметров в длину, 14 сантиметров в ширину и 4 сантиметра в толщину. В отзывах также все пишут, что все отлично, пока все просто прекрасно. Она у нас сделана, кстати, не просто кожа. То есть, ну вот, есть... Я вам первую сумку, по-моему, показывала, что это просто кожа без принта. Вот это именно с принтом такой. Сделан под змею, наверное. Ну да, под змею больше сделан, под крокодилы, возможно. Если вы возьмете какую-то яркую сумку, например, у вас есть даже цвета на одежде, которые перекликаются с этим цветом, будет очень классно выглядеть. Эта сумка, чем мне нравится, тем, что она 100% подойдет для колледжа, универа. Если у вас, например, мало тетради вы собой носите, я не говорю сейчас о людях, которые уйдут в школе. Не надо таскать по миллион учебников. Нет. Тут очень много цветов. И можно также, кстати говоря, выбрать размер сумки. Чем она нравится, что здесь доступны сумки с вариациями как с принтом вот этим вот змеи, крокодилы, так и без принта, просто обычная чистая кожа. А сумки, которые у нас доступны с принтом, доступны у нас 9 вариантов с принтом различных цветов. И также 10 сумок без принта, то есть просто обычная кожа, тоже различных цветов. А сюда, правда, вылезут тетради. И, что мне еще очень нравится, в комплекте тут идет два ремешка. Она застегивается вот так вот сверху. У меня будет такая уже похожая сумка. Она всегда будет держать у вас форму. И мне нравится, что вот ремешки можно по себе выбрать. Мне, например, больше нравится такой толстый ремешок, и он здесь есть. Но если вам больше нравится тонкий ремешок, вы можете также выбрать фон. Если вы как раз-таки думаете, какую бы мне сумку взять, такую, чтобы туда немного тетради влазило, и поэтому вы не хотите таскаться там с портфелем, каким-то с рюкзаком, присмотритесь к этому варианту, потому что она действительно очень качественная, и подойдет просто под все образы, если вы возьмете в каком-то стандартном оттенке, типа черного, коричневого и так далее. Эта сумка, я думаю, что на чем-то похожа на шоппер. Почему-то она мне напоминает шоппер. Это более такой классический стиль. У нее есть цепь, и доступны три цвета. Коричневый цвет, черный цвет. Я бы взяла в черном цвете, опять же, для учебы, если у вас немного тетради нужно с собой носить. Тут есть внутри замочек, что очень удобно, чтобы ваши вещи поменялись, да. 165 заказов и 16 отзывов. Ее немного заказали, но выглядит она реально очень классно. Многие пишут, что пришла очень быстро, и что подходит эта сумка для тетради. Она 28 см в высоту, 26 см в ширину и 10 см в толщину. Айпад подойдет сюда, а вот лист А4 уже не подойдет. Обязательно смотрите описание продавцов, они чаще всего пишут, что сюда подойдет. Например, вот какие-то более популярные форматы, чтобы вы могли опираться на это. Не будет ли вам ее вообще заказывать, на что вы рассчитываете, с чем ее носить. Это были все сумки с Алиэкспресс. Следующий наш заход, это будут сумки с швейн, их тоже достаточно много. Первая сумка, с которой мы начнем, это сумка багет со сборками. Она мне именно в бежевом цвете, который я, кстати, себе заказала, она мне напоминает круассан. Я не знаю, с чем это связано, я не знаю, почему это круассан, но она мне дико напоминает круассан. Она достаточно небольшая, маленькая, как я говорил, сумка багет, то есть просто на плечо. Также есть отзывы, она стоит 570 рублей и 6790 отзывов у нее, что очень много и все они положительные. Можете просто миллион лет смотреть эти отзывы. О размере. Длина сумки у нас 26 сантиметров, высота 17 и ширина 7 сантиметров. Небольшая, маленькая, достаточно вместительная. Она внутри закрепляется вот на такие застежки. Я вам ставлю здесь время в фотографии. Выглядит очень круто, очень стильно. Следующая сумка, она более минималистичная, такая со складочками. Мне понравилась ее форма. Она такая прямоугольная, тоже сумка багета. Она доступна у нас только в черном цвете. И тут всего лишь 4 отзыва, так как это уже новинка. Только вот она недавно у нас появилась. 800 рублей она стоит на шейн. Я на шейн вообще без отзывов не боюсь заказывать, потому что проверили на сайте. Я там уже сделала 3-4 заказа, где-то может даже больше. И я могу ему реально доверять. Эта сумка тоже является моим фаворитом, который я в ближайшем будущем хочу себе произвести. У них много не бывает. Как и все черные сумки, подойдет под любой образ. Маленькая, минималистичная. Можно носить там телефон. Ну и ключи, там все по комнате. Эта сумка, так же как и первая, напоминает мне какую-то еду. В коричневом цвете. Я уверена, что вы тоже так подумаете, что она похожа на плитку шоколада. Просто посмотрите на нее. Мне очень нравится эта необычная форма, такая более квадратная. Я бы сняла отсюда вот эту тонкую ручку и носила бы ее просто вот так. С обычной толстой ручкой, которая к самой сумке. Тут 40 отзывов, стоит она 760 рублей. Она достаточно недорогая. Кстати, с фото тут 3 отзыва. Видно по ней, что она очень хорошего качества, что она держит форму. Мне кажется, очень классно. Я думаю, люди, которые вас увидят, сразу подумают, что вы тащите просто шоколадную сумку. По размеру она у нас длина 20 сантиметров. В высоту 20 сантиметров тоже, ну, как я говорила, на квадратную. Толщина сумки вот так вот 9 сантиметров. Такие дефир сумка. Как и рима сердца. Я думаю, вы знаете, что сейчас очень в тренде становятся такие мягкие сумки, очень милые. И вот эта сумка с медведями. Она такая прекрасная. Она стоит вообще недорого, 290 рублей. И на нее у нас 2846 отзывов. Тут есть много разных принтов. Мне вот понравился вот этот с медведями. И такой линз с зеброй. Она уже не такая мягкая идет. Более паникая. Очень круто выглядит. Давайте сразу вам скажу размер. В длину она 23 сантиметра. В толщину 7 сантиметров. И в высоту 4 сантиметра. Отзывов очень много. С фото отзывов у нас 590. С медведями просто на фонаре. Вы представьте просто ситуацию, когда вы, например, в таком черном образе. Прям casual-casual. И у вас сумка с медведями. Мне кажется, это будет выглядеть очень забавно. Следующая сумка. Более такая острая форма. Сумки багет. Очень много расцветов. Расцветов вообще какую хотите выбирать. Тут действительно просто миллион. Есть более такой, знаете, зеленый пейнт. Есть более лаковые сумки. Тут больше 10 тысяч отзывов. Стоит она 460 рублей. Но я думаю, вы понимаете, что себе, что она в очень хорошем качестве. И достаточно быстро я пришла. Я даже не знаю, какой мне цвет нравится больше. Потому что они все такие крутые. Тут также есть, кстати, вот эти принятые гусиные лапки. Но она такая уже более глянцевая поверхность. По размеру 25 сантиметров длина сумки. Высота сумки у нас 17 сантиметров. И ширина сумки 6 сантиметров. Эта сумка покорила мое сердце тем, что она очень маленькая такая, миленькая. Тут широкая ручка. И я думаю, она хорошо разбавит образ. Потому что тут такая цель. Она не как мы привыкли выглядеть, если у нас золотая, например, серебряная. Тут цепь идет в цвет сумки. Мне очень нравится этот мятный зеленый цвет. Сумки 849 отзывов. И стоит она 730 рублей. Отзывов много. С фото у нас 365 отзывов. В отзывах там было написано, что она вот примерно как рука. В меру. Обратите-таки отлично дополнить любой образ. Под какой-то вечерний образ, например. Или с пизаком ее носить. В эту, кстати, мятную сумку можно отлично интегрировать в образ, где вообще нет такого цвета. Но она разбавит его просто. Эта сумка, как и та, которую я как-то уже показывала с Алиэкспресса. Она очень похожа на винтаж. Не знаю почему, но прям винтажем от нее веет. Я бы здесь только ручку, если честно, бы заменила. Потому что она тонкая. Я очень люблю тонкие ручки. Целых 7 цветов. Ну и я бы остановилась на благородном пенокоричневом. 982 отзыва и 126 сходов. Следующая сумка. Она более трендовая, так сказать. Она у нас с рюшами. Мне очень нравятся рюши. И с цепью. Но я бы вот эту тонкую ручку, я бы ее вообще убрала. Также доступно много цветов. Есть как яркие цвета, так и обычные наши черные, белые и все такое. Больше 10 тысяч отзывов. Стоит она 570 рублей. И о размере давайте я вам скажу. 28 сантиметров длина сумки. Длина сумки 8 сантиметров. И высота сумки 17 сантиметров. Она, вы знаете, как плач ее носить. Я думаю, выглядит она очень прикольно. Очень интересно. Очень будет дорожить образ. Я видела, по-моему, у каких-то более крупных брендов такие сумки. Следующая сумка. Тоже с рюшами. Еще одна сумка с рюшами и цепью. Она уже немного подороже. 920 рублей она стоит. У нее более такая тонкая, интересная форма. Она тоже похожа чем-то на круассан. Не знаю, доступна она в трех цветах. В белом, в черном и коричневом. Отзывов тут 345. И с фотографиями тут 50 отзывов. Тоже как разнообразие образа. У нее, кстати, немного другая цепь. У этой цепи более такие круглые свиньи. Не такие острые, как у прошлой сумки. Поэтому она тоже смягчит так немножко образ. Снова рюши. Но тут уже более необычная ручка. Я только, если честно, никогда не видела ручки. Мне нравится в голубом цвете очень сильно. И в фиолетом вот эта ручка. Она тоже выполнена в стиле рюш. 620 рублей она стоит. Это новая сумка. Она недавно только появилась на шеи. 27 сантиметров в длину она. 6 сантиметров в ширину. И 16 сантиметров в высоту. Я думаю, что она отлично разбавит любой образ. Потому что эта ручка, это просто что-то с чем-то. Я, кстати, считаю, что ее будет достаточно удобно на синий плече. Так как она мягкая, она не будет вам здесь вот нигде натирать. Просто будет отлично и комфортно сидеть. Покажу вам сейчас еще одну сумку, которая подойдет для учебы. Она доступна всего лишь в одной расцветке. Такой вот светло-коричневый. Кстати, похожий на лебедила. Это новинка на шеи. 2690 рублей она стоит. И тут 8 отзывов. 28 длина сумки. Высота сумки 26 сантиметров. И ширина 14 сантиметров. И тут, наверное, длина имелась в виду вот так вот. Высоту, которую она нет. Она отлично подойдет для учебы. Потому что тут внутри есть маленький кармашек на замочке. Туда можно отличные вещи складывать, типа ключи, там и так далее. И в боковые кармашки, которыми он доступен, можно как раз-таки будет сложить тетради немножко. Поэтому тоже присмотритесь к ней. Здесь у нас два ремешка. Есть маленький ремешок и также доступен более широкий ремешок. И они оба отстегиваются. Следующая сумка покорила мое сердце. Я ее обязательно закажу. Потому что она выглядит настолько нежно. Но это сумка-багет с жемчугом. И тут ручка, она более такая твердая. Знаете, когда внутри там будто что-то вставлено. Очень интересный прой. Тут также есть цепочка доступная в комплекте. Это новинка, поэтому отзывов тут вообще нет. Я думаю, что она будет очень хорошего качества. И она доступна только в белом цвете под такую более смельную крокодиловую луку. Мина у нас в сумке 22 см, ширина 6 см и высота 13 см. Вот этот жемчуг, он выглядит настолько прекрасно просто. Если носить это вот даже с черным пиджаком, например, с каким-то платьем-комбинацией, так и волшебно выглядит. Мне почему-то она напоминает чем-то Париж. У меня жемчуг ассоциируется с Парижем. Следующая сумка, тоже багет и минималистичная. Супер минималистичная, просто тут у нас доступно 5 цветов. Стоит она 650 рублей. Мне нравится такой тип сумок, что они такие просто очень комфортные такие, да. Широкая ручка, кстати, и больше 10 тысяч отзывов. С фотографиями тут отзывов 4188. А длина сумки у нас 27 см. Ширина сумки 6 см. И высота 14 см. Высота ручки тут, кстати, 21 см. Ну, то есть, отличная сумка багет. Мне нравится она вот именно за вот это свое выполнение кожи. Видно, что швы очень ровные. И также доступен один отдел с кармашком. И последняя сумка на сегодня, на непозначимости. Тоже достаточно интересный крой. Сумка багет. В большинстве этого сумок из этого видео были сумки багет. Она уже такая более тонкая, но мне она понравилась именно за счет своей ручки. Вот этого банта будто бы от начала. И мне еще нравится, что замочек, который на сумке присутствует, он с жемчугом таким вот, знаете. Расстегиваешь, что жемчуг веришь. Стоит она 660 рублей. Это новинка, поэтому тут мало отзывов, 8 всего лишь. Распределена сумки. Ширина сумки 7 см. И высота сумки 12 см. Свет такой не белый, более молочный такой, я бы сказала, цвет слоновой кости. Очень красивый цвет. И на этом было все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Оно было очень длинным, очень информативным. И, возможно, вы нашли для себя какие-то фавориты. Может быть, вы что-то себе закажете по моей рекомендации. Не забывайте, что все сумки, о которых я вам сегодня рассказывала, сумки на них есть в описании под видео. Если вам зашел такой формат, обязательно напишите об этом в комментариях, чтобы я знала, что мне снимают еще подобные видео. И также напишите подборку, чего бы еще вы хотели. Возможно, вы бы хотели подборку джинсов из масс-маркета или же пиджаков из масс-маркета. В общем, пишите магазин, пишите тот или иной элемент гардероба, который вы бы хотели увидеть. И я обязательно сниму такое видео. Большое спасибо вам за просмотр. Я вас всех очень люблю. Я их целую. И мы увидимся уже очень скоро в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok